А здрасте, а у нас тут продолжается свапа, я тут кстати всю технику перемыл, ну почти всю, которая близко стояла, все перемыл нахрен, правда оно все теперь опять уехало в работу практически, но все равно. Для начала, друзья, как обычно, беглый просмотр того, что происходит у нас на нашей ферме. Седьмое поле, здесь у нас созрела рожь, она убирается, ездит этот самый наш лексиончик любимый, я решил пустить именно его, несмотря на то, что немножко уже жадко, у него больше бункер, короче он меньше простаивает. Соответственно, JCB собирает солому, Джоник с прицепчиком, с маленьким кстати прицепчиком, который у нас самый маленький мы как-то зеленый покупали, а что я вам рассказываю, смотрите о каком прицепе я говорю, в общем-то вот они и ездят и собирают эту самую рожь, которая у нас видимо пойдет на квас, правда квасом я пока что все равно не планировал заниматься, но в общем-то они ездят, пускай собирается и рожь у нас тоже будет, у нас для кваса еще меня как ни странно нету кстати, но это ладно. На нашей лужайке ездит наша косилка кроновская, она просто это все дело косит и JCBшку мы потом отправим собирать траву, когда он закончит собирать солому, там поле маленькое, не 31 соломы там нету, в смысле на 31 нет соломы, а на 7 она есть, а она меньше чем 31, короче он быстро справится, ну быстрее чем 31 поле, которое мы делали, очень долго собирали там солому. А на 31 поле кто смотрел стрим видели, что у нас тут лаванда растет и в общем-то поставил я ее тоже собираться, у нас есть кроновский силосный комбайн, который это делает и ездит он с Джонником и уже большим прицепом все это дело собирает. Я по-моему сказал, что Джонник ездит на 7 поле, нет там в Альтра ездит, извините я оговорился, всякое бывает. Короче говоря, здесь собирается лаванда и для того, чтобы они нормально работали я даже курс плей старый поставил и они вроде как будут нормально работать и не будут меня дергать, чего больше всего не хочется. Это вообще очень надолго работа, крон мне сказал, что он часов в 5 это будет собирать, то есть так оно примерно и будет. Ну в общем-то собирается и собирается, пускай собирается. Также друзья, у нас на прошлой серии, точнее как я обещал в прошлой серии, после этого прошел стрим, который стал 6 серией, в общем-то он есть в плейлисте, можете этот стрим посмотреть, его легко найти. Тем более, что вот справа сверху высветилась эта подсказочка о плейлисте, короче, кто не смотрел, можете глянуть. На этом стриме мы с вами построили агрокорм, это такое предприятие, которое производит корма для всяких животных. Тут есть 3 линейки производства, корм для свиней, корм для коров и корм для рыбы. Для тех, кто постоянно спрашивает, откуда брать корм для рыбы, вот его брать отсюда, с агрокорма, его нужно делать с помощью отрубей, жмыха и воды. Ну и на выходе корм для рыбы. Также здесь можно делать корм для свиней, чем я тоже заниматься не буду, потому что свиней развозить у меня в планах вообще не было. А вот корм для коров нам нужен будет, потому что в ближайшее время я собираюсь обзавестись коровками, которые будут мычать, а потом давать нам молочко. Соответственно этот завод нужно будет сегодня запустить, дабы он начал нам делать моносмесь. Но я думаю он довольно быстро это будет мешать, то есть у нас не должно быть какой-либо потребности в моносмеси, дефицита что ли. Потому что коров вы знаете, я максималист, я сразу до хрена их заведу. Ну в общем-то наша цель сегодня запустить агрокорм. В принципе все просто делается, у нас есть сила с трава и вода и солома. И всего этого в принципе хватает, поэтому я думаю проблем возникнуть не должно. Также в прошлой серии мы запустили пивзавод и давайте глянем сколько у нас там чего получилось. Хмеляич меня потратилось не очень много. 10 кубов биогаза потратилось. 10 кубов поддонов потратилось за 2 дня. 40 кубов воды потратилось. И на выходе почти 100 кубов пиваса. То есть по сути дела в следующей серии через 2 дня это самое пиво можно будет продавать. И заработаем опять-таки бабла. Также друзья на заводе эфирных масел у нас все стало. Потому что лавандовое масло забилось под завязку и его опять-таки нужно продать. Ну и разумеется потом уже запустим его дальше. Потому что сегодня собираем лаванду, а с большого поля ее будет больше. Соответственно дальше будет работать этот самый наш лавандовый заводик и приносить нам кучу-кучу бабла. Также друзья я собранную траву не всю, а миллион ровно забил наш ферментатор любимый. Он работает не так быстро. В общем-то 625 кубов он пока что переработал. И поэтому я думаю что мы отвезем на моносмесь, на производство по 10 прицепов вот этих вот. Которые у нас идут с нашими сканиями. Они на 59 кубов. То есть по 590 кубов мы отвезем всякого этого дерьма на моносмесь. Посмотрим в каких пропорциях нам все это надо. И будем уже думать чего заготавливать больше. Мне кажется силосы там нужно больше всего будет. Они вряд ли в равной пропорции используются. В общем-то все это дерьмо запустим. Ну и друзья самое главное что я хотел сегодня сделать. Это как по названию серии вы уже догадались. Это переезд. Во-первых некуда парковать здесь технику. То есть у нас вот есть прицепы которые реально в гараже не помещаются. Плюс именно здесь я решил расположить коровники. Это самое удачное место. Будет рядом с загонами для лошадей. Правда коровники мы будем располагать уже в следующей серии. У нас сейчас лошадки созрели на 75%. Я так понимаю в следующей через серию мы их продадим. Я хочу здесь все выровнять и чтобы не было вот этих косяков. Снести загон и поставить новые. Так что друзья планов уйба погнали начинать работу. В первую очередь друзья мы зарядим курс плей который будет возить на агрокорм солому и траву. Травы у нас кстати 600 кубов осталось всего. Но у нас там еще сейчас кубов 700 служайки будет. Это не проблема. Мы договорились ввести 590 и поэтому все норм. Сен откуда-то даже есть кстати. Ну а солому у нас вообще дохренища просто. Ее одевать некуда. Надо будет ее отвезти на компост мастер перерабатываться. Льняной соломы кстати тоже много. Ее можно будет продать на случай каких-то нужд. Она ж падла дорогая. Ну в общем то что нам нужно сделать это записать маршрут в первую очередь. Потому что его нету. По одному маршруту у нас будет и солома и трава возиться на агрокорм. Силус увы не получится потому что он в соседнем хранилище находится. Но ничего не поделаешь. В общем то погнали на агрокорм. Первый маршрутик записываем. Полетели. Теперь друзья самое интересное куда здесь выгружать солому и траву. По моему у нас производство корма коров с обратной стороны идет. Вот здесь два триггера солома и трава. А силус где? Не дай бог там что-нибудь задним ходом будет. Это будет беда. А силус у нас вот здесь. Отлично. Оттуда нормально. Я правда немножко смущаюсь что эти триггера рядом находятся. Он может когда будем возить траву подхватить первый триггер. И не успеть подхватить второй. Ну да ничего страшного. В общем то аккуратненько сейчас надо здесь проехаться. Прям медленно аккуратненько. С большим радиусом поворота. И все будет нормально. Все будет работать. Ну наверное. Этот триггер он увидел. Да и второй он тоже увидит. Просто ну короче могут быть с этим косяки. Отлично. Все высыпалось. И теперь погнали точно так же медленно аккуратненько на базу. Надо заканчивать этот маршрут. Ну и соответственно здесь мы этот маршрутик прерываем. И даже сохраним его сразу же. Он будет называться Солома Агрокорм. Ставим ему транспортировку и продажу. Выполнить количество рейсов 9. Потому что один из 10 мы уже сделали. Набирать из бункера нам надо соломку. Во есть Солома. Запускаем по маршруту. И я надеюсь что он будет заполняться. Да. Замечательно. Еще больше я надеюсь что он будет разгружаться. Отлично. Он разгружается. Правда почему-то через зерновую дверь. И разгрузка происходит довольно медленно. Ну да кого это волнует. Короче 9 рейсов он делает. После этого нам об этом сообщает. И мы переставляем его возить траву. Вот такой вот хитрый у меня план. Эх. Завод эфирных масел. Обожаю эту штуку. Потому что приносит кучу бабла. И соответственно сейчас мы поедем продавать эфирное масло. Которое он сделал. Очередную партию. Единственное только посмотрим. Где у нас оно самое дорогое на сегодняшний день. ИП Соболев. Находится он увы далековато. Около придильни. Около ткацкой фабрики. Вот находится ИП Соболев. Там видимо тоже магазинчик какой-то находится. И охренеть какой ценник они выставили. Больше 10 тысяч. То есть соответственно больше 2 миллионов мы сейчас с вами заработаем. Соответственно тут все просто у нас. Лавандовое масло. Добавить. Создать. Добавить. Создать. Короче вот так вот. Не. Создать 6 поддонов. Все правильно. Да. Что-то я опять кнопки напутал. Короче вот так вот по-быстрому это все дело создается. И повезли. Так друзья. Вот он триггер продажи. Не очень удобно сюда заесться если честно. Но как вы знаете я люблю продавать все сразу. Поэтому мы просто выгружаем пока здесь. И я везу сюда все остальное. Так друзья прошло до хрена времени. Что мы имеем. Седьмое поле уже почти убралось. Тут осталось совсем немного. Лужайка у нас тоже убралась уже вся. Причем довольно таки давно. Поле с лавандой идет наверное третья проходка по кругу только. Короче это все дело медленно. Поле большое. Едут они не очень быстро. 9 метров всего лишь жадко. Слава богу лаванду мы не часто будем садить. Иногда будем. Но смотрите. Прошлого запаса в 200 кубов нам хватило на 6 дней получается. Не на 6. На 8. На 8 дней нам хватило. То есть на 4 серии. Но этого поля должно будет хватать прям еще надольше. Так что я думаю все будет норм. Ну и соответственно скания кстати едет по-моему 6 раз уже. Скоро закончится. А мы тогда возвращаемся к нашим баранам. А именно лавандовому маслу. Соответственно я его все перевез сюда. И не мог же я вам не показать как быстро и круто будут капать денежки за продажу этого всего дерьма. Поэтому в общем-то мы его сейчас по-быстрому продаем. По 406 с половиной тысяч у нас за прицеп. И соответственно стало чуть больше чем на 2 миллиона больше у нас на балансе. Боже как обожаю эти цифры. Вот когда такое аж прям настроение в гору лезет. Завод эфирных масел мать его советую всем. И друзья пока у нас заканчивает перевозка соломы. Там уже совсем чуть-чуть осталось. Потом мы поставим траву возить. Я предлагаю запустить завод посмотреть с какой скоростью он будет перерабатываться. Потому что потом я за кадром его уже дозабью полностью. У нас уже эфирное время что называется к концу немножко подходит. Соответственно мы сейчас отвезем одну бочку воды на этой скании свободной. И один прицеп силоса. Ну и соответственно запустим уже с конью возить травку после всего этого. Соответственно завод у нас запустится. Наше предприятие новое. Сейчас главное посмотреть как это все дерьмо работает. С какой скоростью. Может быть имеет смысл прежде чем заводить коров. Запастись там я не знаю полностью этой моносмесью сраной. Потому что моносмесь мы можем хранить у себя на базе. Точнее на хранилище где у нас оно находится. Там моносмесь тоже можно хранить. Сколько там 6 кубов, 8 кубов. Честно не помню. Но не суть важна. Если она довольно медленно будет производиться. То может быть имеет смысл запастись моносмесью на сезон вперед что называется. Ну ничего сейчас посмотрим. Поехали на базу еще силоса заберем. Благо у нас его там хватает. Я уже поставил там заполняться прицеп. Чтоб не ждать. Так что нам сейчас нужно только подъехать его подцепить. И все. Сейчас мы с другой сканей на перегонке поедем. Она медленнее. Хотя я вроде тапку в пол жал когда маршрут записывал. Но вот она пока не разогналась. Соответственно этот прицепчик пока паркуем здесь. Пофиг как он уже будет стоять на самом деле. Все равно сейчас сматываться отсюда будем. А вот этот прицеп мы отсюда цепляем. Он уже заполнился. Соответственно тащим это дерьмо все на агрокорм. Ну и его мы в общем-то тоже высыпаем. И все должно у нас заработать. Пока не должно. Что я несу. Один прицеп есть. Еще надо сюда травы привезти. Или друзья может быть не будем ждать. Сколько у нас там по соломе. А он восьмой уже едет. Короче подождем пока он закончит солому все возить. У меня пока есть чем позаниматься. Я ведь очень милый поросеночек нарисован. Я не знаю. Как по мне поросятки довольно таки няшные животные. Особенно вот эти вот маленькие знаете. Такие новорожденные. Иногда фотки в интернете встречаешь. Там вообще такая милота. Что просто капец. Особенно если они чистые. У нас в общем-то скания смотрите-ка едет и везет траву. Солому уже все сюда привезли. И сейчас мне важно чтобы эта падла разгрузилась. А то знаете ли всякое дерьмо может случиться. Она едет по тому же маршруту который мы записывали в начале серии. Который у нас типа солому возил. И в общем-то у нас здесь есть все кроме травы. И увидит ли он триггер травы. Он увидел триггер травы и сразу же все зашуршало и заработало. И даже 167 литров моносмесь сразу появилась. Здесь 1000 литров в час у нас переработка идет. Быстрее чем остальные предприятия. Но честно сказать не очень быстро. 240 кубов в сутки будет перерабатываться. Да. Надеялся будет чуть-чуть побыстрее. Ну да ладно. В общем-то друзья. Смотрите что нам еще надо сделать. Ладно ты вози пока. Сейчас я вам тут такую тему покажу. Это не конец еще. Ну почти но не конец еще не. Смотрите если мы выйдем здесь вот с агрокорма. Пройдем чуть дальше. То есть овраги какие-то. Охренеть. Подойдем вот к этой площадке. Здесь стоит гараж. Раньше здесь был то ли овчарный, то ли свинарник. Честно не помню. Сколько не просили ребята разработчиков убрать эти сраные гаражи. Как-то все не зашли у них руки до этого. Ну и ладно. Пускай будут гаражи здесь такие. Я бы их снес честно говоря кедрени феней. Пока я ждал я тут уже немножко поперегонял техники. В общем-то здесь у нас будет наша новая база. Не знаю почему, но захотелось мне именно здесь ее построить. Старую я пока что сносить еще не буду. И здесь мы сейчас разместим пару гаражей. У нас есть навес большой и навес просто навес. Соответственно навес большой. Давайте друзья его всунем одну штуку сюда. Он у нас будет рассчитан на комбайны. У нас их не то чтобы прям много этих комбайнов. На данный момент есть 4 единицы такой вот большой прям техники. Как бы его всунуть здесь аккуратненько. Давайте вот так вот. Я думаю будет норм. Вот так вот повернем как-то. Есть. Вполне нормально смотрится. Здесь комбайны будут стоять. Рядом с навесом будут жатки там, которые не поместятся. Точнее вообще жатки будут рядом стоять. Остальное мы запихаем маленькие навесы. Вот эти которые, ну типа навес маленький. Я думаю что прямо вот по этой площадке. Единственное хочется сделать ровно, а ровно хрен получится. Я себя знаю. Давайте допустим что у нас. Давайте с обратной стороны начнем. Не знаю почему, но давайте с обратной стороны начнем. Соответственно заезд мы оставим прямо здесь. Вот как понять ровно я поставил или не ровно. Вот хренушки что там ровно получилось. Будем считать что ровно. В общем то первый вот такой. Ага. Их нужно еще каждый ворочить. Это в мои планы не входило. Я вообще ж кривой в этом плане. Вот это более менее похоже на ровно если честно. Похоже да. Территорию эту мы не покупали. Потому что нахрен надо. Давайте вот так вот третий поставим. Ну да, кривовато. На самом деле может быть еще следовало конечно ландшафт выровнять. Что-то мне подсказывает. Твою мать а. Не, ну если здесь не. Видите, получился подъем. Да, надо сначала выравнивать ландшафт. Ясно, понятно. Ладно, выравниваем. Значит сносим эти навесы тогда. Нахрен. Потом терраформингом подровняем. Не беда. И начинаем планировку ландшафта. И вроде как вот этими вот кнопками это все дело выравнивается до одного уровня. Можно наверное только размер кисти побольше поставить, да? Сделаем вот по этому уровню, который у нас на въезде находится. И вот здесь вот так вот все нахрен выровняем. Красоту уже потом будем делать. Главное сейчас выровнять. Вот эту вот часть все. Боже, сколько денег на это уходит. Это просто кошмар. Так можно и обанкротиться к херам. Видимо большой навес тоже, кстати, придется сносить. Ненавижу я терраформинг в этой игре. У меня не получается ровно делать. Да, здесь вообще адский подъем получился. Беда. Хотя можно попробовать вот так вот сглазить это все дело. Только у меня нормально что-то не получается. Ладно, пока оставим так. Эту сторону я потом что-нибудь придумаю. У меня на работе мышка удобнее. Там колесико нормально нажимается. У меня на мышке колесико плохо нажимается. Давайте навес расположим. Для меня сейчас это немножко важнее. Твою мать, они так долго крутятся. Мне неудобно одновременно это делать. Проще делать на геймпаде. Короче, давайте вот здесь у нас будет первый навес. Второй навес будет примерно... Блин, кривовато они стали. Мне не очень нравится. Давайте, соответственно, чуть левее вот так вот второй навес. Вот так вот третий навес сюда пихнем. Вот так вот четвертый навес. Ровно стал? Нормально. Ровно стал. Я вот сейчас задумался о том, что я, может быть, не до конца... Не то, что надо, сделал. Выровнял, в смысле, не до конца. Ну ладно, сейчас пробежимся там в близости, посмотрим. Давайте, может быть, его как-то... Ладно, давайте следующий вот так вот делать. Тут уже следующий не станет. Значит, вот так вот у нас еще один навесик будет. И еще один давайте поставим рядом. В общем-то, этих навесов нам должно хватить на всю технику, которая у нас есть. И все, что мы будем покупать. Слушайте, а вроде нормально даже. Гаражи как гаражи. Да, по терраформингу здесь все нормально, все ровно. Единственное, я их кривовато так расположил немножко. И то, не все. Некоторые прям идеально попало, некоторые вот тут под углом. Ну и хрен с ним, на самом деле. Тут, если не искать эти все погрешности, то и не видно. Меня это устраивает. Соответственно, я уже за кадром перегоню сюда всю технику. Переставлю вот этот гараж. Хотя, честно говоря, как вот оно сглазилось, здесь так и нормально как-то стало. Кстати, вот нормально оно выровнялось колесиком. Более-менее. В общем-то, я на работе еще с этим колесиком мышки поиграю. Попытаюсь выровнять просто аккуратно. Также у нас закончится уборка лаванды. Она почему-то, кстати, остановилась сейчас. А, потому что этот я ездил разгружаться. Все нормально. Закончится у нас также уборка соломы. Но это уже довольно быстро произойдет. Короче, все эти работы закончатся. И в следующей серии, в общем-то, будем чем-нибудь заниматься. Пока точно не знаю, чем. Плюс, также есть вероятность проведения стрима. Потому что нам надо попилить лес. Но это, скорее всего, воскресенье. А, следовательно, хотя хзк, короче. Посмотрим, как оно что будет. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Давайте-ка дохренища лайкусиков. Пожалуйста, очень надо прям вообще. Надо в топы, короче, эти мои видосики продвигать. И про комментарии, в общем-то, не забывайте. И все тогда будет хорошо в вашей жизни. И в нашей жизни. И вообще все будет клево. Короче, много херней я всякое сейчас сказал. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok